Страна у нас действительно большая, немало и народу в ней живет. Кто-то не видел Ягеля, а кто-то Молочая. Мы постараемся все показать, опять идем в поход. И снова едем в наш любимый Питер. Белые ночи там хотим мы посмотреть, а заодно хотим развод мостов увидеть. И вам все показать, и может песню спеть. Нам угрожали, что здесь очень вкусно. Добрый день. Хотели нас испугать, правда? Страшно нам должно быть. Вкусно, говорят. А вас Сергей Дмитриевич? Я зовут Сергей Дмитриевич. Я приехал проверять, как тут вкусно готовят. Конногвардейский я проверил. Сказал им, что работать еще надо, но неплохо. Приехал сюда. Будем проверять. И особенно будем проверять хорошие официанты. Уважаемые любители рок-мозги, нам предложили самый лучший стол. Видите, какие прекрасные официанты здесь. Они как увидели рок-звезду? Говорят, для вас самый лучший. В уголочке. Чтобы вам это не мешало. Вот. Уважаемые любители рок-музыки. Но судьба, она случайностей не допускает. Но один раз еще случайность может быть. Но когда это два раза, то это уже не случайность, а какая-то закономерность. И вы знаете, мы приехали в Репино отдохнуть на Балтике, покупаться, позагорать. И узнали, какой здесь самый лучший ресторан. А тут опять Строганов. Да что ты будешь делать? Вчера были на Коногвардейском проспекте. В ресторане Строганов, которому я поставил 4,7 балла. Это немыслимая высота оценки. Для Волочука, издать, для профессора. Вот. Для будущего эксперта Мишлен. А тут опять лучший ресторан оказался Строганов. И поэтому мы опять здесь. Вот вчера на Коногвардейском проспекте. И заказали себе разные блюда. Но не заказали самого главного блюда. Беф Строганов. Поэтому здесь и я, и мой знаменитый режиссер и оператор заказали Беф Строганов. Я заказал Беф Строганов с лисичками. Знаменитый режиссер Елена Вамина заказала Беф Строганов с белыми грибами. Будем сейчас пробовать и докладывать вам. Не позорят ли они и имя, и память великого нашего графа Строганова? Ну, проверяй, а как? И квас. Они угрожали, что квас они делают сами. И он потрясающий, холодный, очень кисленький и вкусный. И освежающий. Сейчас попробую. Вот так. Докладывать буду сейчас. Судя по тому, что публики много, здесь должно быть вкусно. Это самая первая проверка. Если вы заходите в ресторан и вам расскажут, как здесь вкусно, а там никого нету, будьте осторожны. И будьте насторожны. Там, где вкусно готовят, там всегда люди. Обращай внимание, не там, где дешево, а там, где вкусно, там всегда люди. Здесь народу много. Пришлось столик бронировать с пляжа прям. Уважаемые любители рок-музыки. Но буду делиться первыми впечатлениями и сравнивать с Коногвардейским проспектом. Там я как только вошел, я сразу начал ставить плюсы. А тут, к сожалению, начинаю ставить минусы. Первый минус. Система кондиционирования не гасит избытки тепла. Там на улице плюс 30, может плюс 32. Здесь нет ощущения вот такой, знаете, прохлады. Когда зашел, хорошо. Но нет, вот тут не хватает чуть-чуть холодку. Это раз. Второе. Мы в туалет очередь. Не подрасчитались с количеством туалетов на количество публики. В очередь. Прислось ставить, передо мной два человека было. И третий. Это пока из того, что принесли. Квас на вкус вкусный. Но не хватает газа. Вот чуть-чуть бы газку, чтобы оно щипало за язык. Ну, как это в хорошем квасе бывает. Вкус отличный. Кисловатый, сладковатый. Все, умер. Может, я слишком привередливый, но... Я же по-другому не могу, вы поймите. Иначе меня не возьмут. Не возьмут в эксперты Мишлена. Там же конкурс. Я пока первый претендент. Но, вы знаете, если я буду подмачивать и подхваливать, то... Он скажет, извините, товарищ Павлович, мы вас не берем. Вот так как-то. Поэтому от меня только правдивая информация. Все. Ну, четвертый. Я уже жирный минус. Один балл снимаю уже. Прошло полчаса после заказа. Кроме кваса нам ничего не принесли. И бутылки воды. Мы сидим, ждем. К сожалению, салата с буратом нет. Искали во всех местах, так и не смогли ее найти. Окрошка. Окрошка, спасибо. Какого-то блюда нет. Он должен был сказать это сразу. Чтобы мы заказали что-то другое. Попробую. Попробую подсолить. Окрошка. Обычная стандартная. Окрошка. Здесь я просто мясо просто не чувствую. Уважаемые любители рок-музыки. Я поставлю приговор этой окрошке. Потому что, ну извините меня, но делать окрошку в дорогом ресторане с колбасой, с докторской, можно. Это вкусно. Оно так делают на скорую руку, на даче. Когда ресторан называется на даче, то это можно. А когда этот ресторан называется строганов, то здесь должна быть отварная говядина. Минус очередной. Но в любом случае, я произнесу тос. Мне ж трудно испортить настроение. Бесполезно практически. Даже 40 минут мне не сильно испортили настроение. Пытались. Пытались. Я уже чуть-чуть уже не начал ругаться. Но выдержал. Мы же находимся в Репино. А это ж поселок художников. Поэтому, конечно же, я хочу выпить за наше русское искусство в лице Ильи Ефимовича Репина. В честь которого этот поселок и был назван. Поэтому давайте за наше русское искусство. В том числе музыкальное и рок-н-ролл. Уважаемый любитель рок-музыки, нашему знаменитому режиссеру и продюсеру принесли тыквенный суп с беконом. На вид выглядит аппетитно. Я чувствую, что мы сегодня весь вот этот обед будем поднимать тосты за культуру. За репина Ильи Ефимовича мы выпили. За нашего великого художника-живописца. А тут в Репино жили и другие великие наши соотечественники. Корней Иванович Чуковский. Знаменитый поэт и детский писатель. Поэтому за Корней Ивановича я вот русским салом, с вашего позволения, отмечаю хлеб хрустящий, бородинский хрустящий. И они, конечно, не принесли чеснока, хотя к салу лучше всего чеснок. Но они принесли зато ялтинский лук. Поэтому за Корней Ивановича русское сало с ялтинским луком. Я думаю, ему бы понравилось. Уверен просто. Иванович, хорошо. Не испортили сало. Хотя и это можно испортить. Но на самом деле это единственный продукт, который невозможно пересолить. Сало берет столько соли, сколько ему нужно. Поэтому даже если ты его засыпешь солью, потом счистил всю соль, а сало взяло соль и столько, сколько надо. Оно всегда само солится правильно. Вот такой вот великий продукт. Русский, настоящий русский салат. Хотя все считают, что это украинское национальное блюдо. Да, украинское национальное блюдо, но и русское тоже. А украинцы, что они русские, что ли? Все точно такие же русские, только малороссы. Здесь великий русский, там малоросс, а в белорусе белоросс. Поэтому это все наш национальный продукт. Уважаемые любители рок-музыки, знаменитый режиссер и продюсер Радьевна Ивановна позволила мне попробовать тыквенный суп с беконом. А я и не отказался. Я вот такой вот простой такой человек, простой рокер. Поэтому я никогда не отказываюсь, когда мне предлагают съесть что невкусное и оригинальное. Вот тыквенному супу я ставлю 4,5 балла. Это сделано хорошо. Вот крем из тыквочки, семечки там тыквенные, бекончик. Очень хорошо, прям вкусно. Елена Ивановна, вы угадали с блюдом. Вы уже любители рок-музыки. Но так как они начали исправляться немножко, да, 4,5 балла заработали за тыквенный суп, то я хочу произнести еще один тост продолжения поселка Репина. Здесь еще многие жили. Но я хочу отметить нашего великого гроссмейстера, чемпиона мира, Михаила Моисеевича Ботвинника. Он здесь тоже жил. Вот за него хочу выпить. За наши мозги, за наши русские, за интеллект, который побеждал всегда. И всегда будет побеждать. Давайте за вот это. Возвращаю его вам назад. Не смею вас объедать. Уважаемые любители рок-музыки, но так как уже вот целый час с ней несут без троганов, основное блюдо, но я перед этим решил выпить еще. Поднять тост, вернее. Выпить я уже в прошлом. Это в прошлом, все в прошлом. Поднять тост и запить классом. За живопись нашу выпили. За поэзию и литературу выпили. Находясь в Репине. За наш великий интеллект. Мозги наши за Михаила Ботвинника выпили. А я хочу еще выпить за нашу науку. И опять-таки, вы будете смеяться, но в лице Михаила Моисеевича Ботвинника. Потому что он, помимо того, что был гроссмейстером и чемпионом мира, он еще был доктором науки, профессором. Поэтому хочу выпить за коллегу. Извините, конечно, громко говорю, что его коллега. Но я тоже доктор наук, каким-то образом и профессор. Поэтому давайте за русскую науку, чтобы она процветала и позволяла нам быть первыми в мире. Везде, во всем. Уважаемый любитель рок-музыки, не прошло и полгода, когда нам принесли соленые огурчики. Прошло как раз час-пять минут. Бифстроганов пока нету, но огурчики уже принесли, которые к бифстроганов. Поэтому у меня назрел тост. Я срок достану огурец, чтобы под тост было хорошо говорить. Уважаемый любитель рок-музыки, тут помимо ученых, художников, писателей, поэтов и гроссмейстеров, еще и была база конспиративная, революционеров. И здесь даже прятался одно время Владимир Ильич Ленин. Поэтому хочу выпить за революцию в нашей русской рок-музыке, которую устроит всем рок-группа Павл-Чу КСД. Давайте. Уважаемые любители рок-музыки, принесли бифстроганов. Значит, час сорок. Ну, я думаю, многие спросят, ну и что, ну что, час сорок. Тогда я для тех, кто не знает, что такое бифстроганов, объясню. Мой младший участник группы Павл-Чу КСД, которому 14 лет, готовит его в течение получаса. Это максимум. Максимум. Потому что это пюре с нарезанной тонко говядиной, которая уже заготовлена в этом ресторане. Он называется строганов. Здесь главное блюдо. Бифстроганов. Поэтому у них эта говядина нарезана уже давным-давно. Говядину эту готовую, тонко нарезанную, протушить на сковородке, это пять минут. Из пюре замешать. И принести. Ну, хорошо, ну полчаса. Ну, час сорок, ребята, извините. Сейчас буду пробовать, как оно на вкус. Вот это простейшее блюдо. Обычное. Вот понимаете? Обычное. Я понимаю, ну принесли бы шедевр. Ну, час сорок они шедевр готовили. Ну, обычное. Я даже не запомню это блюдо. Вы поймите. Вы уж извините. Но, даже волосчука СД иногда можно вывести из себя. Тем не менее, я произнесу тост еще за нашего великого гурмана и апикурейца, и аристократа настоящего, графа Строганова, который придумал это блюдо. Во всем мире знает, что это русское блюдо. Беф Строганов. И который делал его мастерски. И поэтому будем брать пример с графа. Потому что волосчук СД тоже хочет быть апикурейцем, гурманом и аристократом духа. Поэтому давайте, за аристократию духа, и чтобы мы умели делать беф Строганов, максимум за течение 20-25 минут. С любыми лисичками и с белыми грибами. Давайте. За аристократию духа. А настоящий руконаврочек, это аристократ духа. Вот как-то так. Давайте. И еще что хочу сказать по поводу этого блюда. И по поводу всех блюд, которые сегодня приносили. Они практически все были недосолены. Невозможно сделать блюдо экстракласса, если ты не посолил в точку. Если ты предлагаешь, чтобы кто-то досолил. Это говорит только о том, что повар не уверен в себе, в своем мастерстве. И это во всем проявляется. Ну, представьте, этот беф Строганов недосоленный. Мне его сейчас надо подсолить, иначе он невкусный. Но нет остроты вкусной. Вот об этом это говорит. Что человек боится. А страх, он убивает все. Он убивает творчество, он убивает любовь. Поэтому со страхом надо бороться. Поэтому самое главное качество аристократа, такого как Строганов, это смелость. Любого человека, мужчина это или женщина, это главное качество человеческое. Поэтому давайте еще разок за человеческую смелость. И за нашу, чтобы мы были смелыми и решительными людьми. Вот за это хочу выпить. Уважаемые любители рух-музыки, еще продолжу про основное блюдо этого ресторана Бев Строганова. Но то, что недосолено, мы уже поняли, что повар боится рисковать, не уверен в себе как профессионал. Это понятно. Вот это блюдо, которое я заказал, это Бев Строганов с лисичками. Оно стоит дороже. Там 1350 рублей. А мой знаменитый режиссер заказал Бев Строганов с белыми грибами. Он на 200 или на 250 рублей дешевле, этот Бев Строганов. Так вот, прикол в том, что здесь с лисичками даже вкуса грибов не чувствуется. А это вкуснее. Дешевле, но вкуснее. Это на крайний случай. Если вдруг сюда зайдете как-то по за парке, понимаете, и захотите потерять два часа времени, чтобы вам два часа, если Бев Строганов, тогда уж лучше берите с белыми грибами. И дешевле, и вкуснее. Грибами пахнет. Уважаемые любители рок-музыки, вот вы знаете, я не жадный человек. Причем очень сильно не жадный. Я всегда оставляю официантам, таксистам, горничным на чай. Всегда. Я первый раз. Я уже даже не помню, когда. Я не оставил им на чай ни копейки. Я этому ресторану ставлю два балла. Даже не сплю. Два просто. Я здесь находился два часа двадцать минут. Они опозорили это имя. Они без Строганова мне несли час сорок. Час сорок. Это пюре. Я возмущен, честно говорю. Волощука вывести трудно из себя. Первую закуску он через сорок минут. Там несложная закуска, нарезанное сало. Ну, сорок минут нести сало, ребята, это извините меня. Недосоленные все блюда. Повар трусливый, неквалифицированный. Если я тому, Строганову, на Коногвардейском поставил четыре целых семь десятых балла из пяти, и это достойно. Им можно было даже больше поставить. Но я просто не имею права больше ставить. Я же не Господь Бог, чтобы на пять баллов людей оценивать. Я им поставил четыре семь. Это высшее. Я превысил свои полномочия. Туалетим два. Другого нет. В туалет очередь. Душно. То есть, они жлобятся на кондиционеры, потому что они не гасят теплоизбытки. Это наглость, просто это хамство. Они отняли у Волчука СД два часа двадцать минут. Эти просто ребята не догадались, что это будущий эксперт Мишлен. Они просто не поняли юмора. Вот так вот хамить мне. Знаете, с улыбкой на лице. Через час сорок принести мне Бифстроганов. Ребята, так номер не прокатит. А вот те ребята, я им аплодирую на Коногвардейском. Это классный ресторан. Я его рекомендую всем. Но это одна сеть. Владельцы этой сети, пускай делают выводы. Так, на крайний случай. Из жизни русской профессуры Из жизни докторов наук Истории Иван без цензуры Расскажет рокер Волощу 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 Б över Как же Расскажет Расскажет Волощу